здравствуйте дорогие любители татуировок и сегодня в новостной программе явления мэла о том что он закупил в тату-маркете мы разберем вот эту коробку короче что приступаем здравствуйте всем нормально собственно вот такая коробочка сегодня ко мне пришла в общем давайте давайте начнем с клипкорда короче ребят кстати по поводу доставки ребята прям поднялись в моих глазах за последнее время теперь у них курьеры доставляются на машинах не спрашивают то есть там типа как дойти от метро и так далее они обычно меня очень долго искать теперь все очень круто и они упаковывают все теперь дело с такими вот штучками короче бонус им за доставку единственное что почему-то ко мне не везут очень рано мне уже пол десятого начинает курьер названивать когда я только-только там во сне еще прощаюсь со своими какими-то драконами и динозаврами и выдуманными понями короче ладно приступим давайте с клипкорда начнем взял я потестить в ладовский клипкорд интересный какой-то новый у меня был их пробный который еще с толстыми этими штуками был так сейчас пару секунд ножницы собственно ребят как он у нас называется и сколько стоит давайте с этого называется он не клипкорд ультралайт и стоит 1270 почему-то он дешевле чем на сайте у влад блата то есть тату маркет продают дешевле чем сам изготовитель это очень интересно так сейчас раз как бы его сразу не переменять то тут такие вот застежки зря мне кажется поставили то также можно и перебить сразу этот шнур видимо очень уверен своем клипкорда ладно короче чё там там был еще один да такой же я так понимаю только еще обвязанный в общем не стал рисковать он во-первых дороже во вторых вот какие-то риски могут быть которые мне могут не понравиться взял себя обычный собственно потестим давайте его сейчас тогда сразу извините за задержки такое ощущение будто бы в нем для усиления какой-то проволок стоит не уверен не уверен но он довольно жесткий вот у меня вот тут для сравнения есть мой ну как нынешний клипкорд которыми я пользуюсь пейкан вот он прям можно даже силу сгиба посмотреть то есть этот у нас вот так сгибается до такого состояния примерно без усилий а этот у нас прям ну пожестче он пожестче так короче давайте затестим будем уже рассматривать все плюсы минусы работает во всех направлениях клипкорд рабочий короче сразу ставлю плюс за этот контакты потому что они могут очень любить но если на машинке контакты очень близко друг другу некоторые клипкорда туда не подлазит за счет того что у них честно не могу никак объяснить в итоге бывает не залазит а вот такой вот принцип он позволяет отключаться фактически к любой машинке без всякого геморроя так это плюс это плюс давайте поближе вам покажу такой стандартный я так понимаю вот а это вот айконовский для сравнения примерно такая же тема бывает просто вот у айкона кстати очень похожи на те клипкорды про которых я говорю которые типа не подключается к тачкам за счет того что вот эти вот толстенькие штучки они когда соприкасаются они оставляют сильный зазор между собой и вот у некоторых тачек эти контакты очень близко располагаются а клипкорд типа вот допустим до такого только состояния может согнуться то есть дальше не может вот поэтому так и получается короче корида ребят так ладно ну чё клипкорд работает что могу сказать довольно жесткий надо тестить клипкорды про клипкорды можно говорить только спустя какой-то ход работы вот про эйконовский который я тоже в маркета брал кстати офигительный вообще не знаю кто мне там что говорил слышал я то что кому-то не понравились эйконовский но мне ребят мне они вообще прям супер вкатывают вот этот у меня я не я не помню если честно когда я его брал можно посмотреть по заказам наверное в тату-маркете да давайте я сейчас это и сделаю я сейчас посмотрел когда я его заказывал на тату-маркете в истории заказов я его как он у меня оказывается работает с марта 2015 сейчас на данный момент когда я снимаю это видео декабрь 2015 правильно это получается март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 10 месяцев он у меня в работе я не брал никакие выходные там себе большие никуда особо не ездил работаю четыре дня в неделю короче и вот каждый день он у меня в работе и типа основной у меня единственный собственно клипкорд был но мне уже просто вот знаете вот за такие моменты реально страшно когда он весь уже вот такой вот погнутый по нему я катался уже раз 500 наверное и он до сих пор пашет причем пашет отменно без всяких сбоев вот за него я могу сказать то что эйконовские клипкорты мне очень нравится но ребята это опять же лично мое мнение вы как хотите там типа обращайте на это внимание не обращайте и вообще можете не смотреть мне если не нравится так короче ладно про клипкорты поговорили ребят все отложил что я еще заказал еще я заказал три коробки иголок квадроновских на этот раз решил попробовать квадрон обычно пользуюсь эйконовскими гидрой на этот раз решил квадрон попробовать что меня привлекло в квадроне то что у них есть толщина иголок 025 это еще меньше чем 030 и 040 это очень толстые иголочки то есть допустим как я вообще примерно считаю толщину иголок это вот тоже интересный момент собственно 035 там вот этот 030 это я так понимаю диаметр самой вот этой маленькой-маленькой иголки и соответственно чем больше диаметр тем толще будет иголка давать полоску свою и то есть получается можно допустим умножать количество игл на диаметр и получать примерную какую-то цифру говорящую о толщине иголки если мы говорим о контурных то есть допустим рельки если мы говорим про рельки то можно допустим посчитать примерно на сколько будет там как его звать то больше допустим 19 рель 035 ой 18 рель от 035 и сравнить ее допустим с 15 рель 04 вот и получить примерно какую-то типа величину можно конечно сильно заморочиться что там у нас площадь круга 1 квадрат правильно толщина иглы предположим рельки зависит прямо пропорционально от диаметра одной иголочки в ней то есть если у нас допустим 18 рель это означает то что в этой иголке 18 иголочек у которых диаметр допустим типа 035 стандартный а если у нас допустим 15 рель с диаметром 0 4 это не значит то что типа гораздо тоньше будет или гораздо толще на самом деле если посчитать то там значение будет примерно одинаково потому что прямо пропорционально зависит все дело я надеюсь я нормально объясню чем мне еще понравилось сразу же в квадроне ребята тут вот этот вся вот этот галиматья про которую я обычно пытаюсь стирать говоря об иголках она вот тут написано вы можете это вырезать и наклеить себе куда-нибудь чтобы типа не забыть потом и понять разобраться тут в принципе все просто ну не очень ну шейдер софт edge turbo шейдер парами я вот не знаю если честно что это за параметр короче фиг с ним это все тоже иголочки будут теститься уже на во время работы мной возможно в этом в тату блоге расскажу про них может в следующем выпуске там того что я заказал из тату маркета посмотрю там скажу впечатление про обладовский клипкорд про иголочки что еще ребята у меня давайте вот с этим делом разберемся а собственно давайте иголочки у нас получается сколько а сколько сколько они получаются у каждого там своя скидка на тату маркете в зависимости от того сколько ты там поназаказывал я вот там уже больше сотни по моему заказал сейчас пойду точно смотрю ребят мне уже пора официально да я и так официально короче ребят я там уже заказывал на 227 тысяч в тату маркете мне я сейчас сам посмотрел на этот ценник думаю такой ничего себе сколько денег на расходники слил ладно короче ценник зависит от того сколько ты там понапокупал короче так ладно это я рассказал ну краски они в африке краски я вот типа сейчас испытываю палитру и тёрну я работаю в основном в черных цветах мне не о чем даже сказать то что я вот покупаю себе вот такие малявенькие какие-то эти цветные колпачочки и типа иногда там чё-нибудь крашу так чуть-чуть это чисто из моего стиля правильно да из-за стиля ладно короче ребята ребята и что еще я купил я купил мазь для своих клиентов офигенные мазюки татвах кстати какая-то новая коробочка у них матовая прикольно пахнут также вкусно короче вот закупил я эту мазюку зачем мне так много я раздаю своим клиентам потому что их я люблю а так сейчас бипонтен плюс стоит рублей по 400 то мне допустим вот такой тюбик вы обходится в получается ну если я покупаю большую коробку один тюбик мне обходится в 200 рублей и мне допустим не жалко его просто подарить клиенту которому он очень нужен чтобы он не бежал за каким-то длинным бипонтеном от которого иногда бывают там аллергические реакции или еще всякая фигня а вот просто взял прямо от меня специальную татуировочную мазь которая обеспечивает максимальное заживление и стоит в два раза дешевле и хватит ее может там еще на какой-то сеанс вот получил бы он от меня эту мазюку и был бы рад и счастлив а что почему именно ее потому что она самая дешевая она даже дешевле наших российских аналогов этот тату фарма ненамного конечно но подешевле чуть-чуть там буквально это в рублях на самом деле измеряется 50 рублей если вот такими пачками брать просто мне правда нравится как-то побольше татвах и моим клиентам по отзывам тоже кому-то может ну кто-то да кто-то я как-то закупал тату фарму и прям ребята говорили то что эту фарму больше нравится но вот тут татваха такая коробочка приходит еще он стоит такой красивенький вот так ты тебя и радует твоих клиентов они знают то что ты о них заботишься даешь им такие вот мазючки ну и собственно все ребята вроде бы сегодня всего хорошего подписывайтесь на канал ставьте лайки не ставьте не подписывайтесь что хотите делаете вообще я это так я с вас деньги не получаю с просмотров ну короче стоим вообще все пока пока